Наверное, почти каждый взрослый человек в нашей стране слышал о том, что при выезде за границу у должников по кредитам, налогам, алиментам или штрафам могут возникнуть проблемы вплоть до отказа в выпуске за рубеж. Как узнать, нет ли у вас долгов по налогам и о других новостях налогообложения и налоговой отчетности, говорим с Гульфьей Каюмовой, начальником отдела работы с налогоплательщиками Татарстанского управления налоговой службы. Доброе утро. Доброе утро. Гульфьей Альдаровна, декларационная кампания уже идет, давайте напомним сроки. Традиционная декларационная кампания по декларированию доходов, полученных в 2017 году, у нас проходит с 1 января по 30 апреля, это в соответствии с налоговым кодексом. В этом году, с учетом выходных и праздничных дней, последний день представления декларации по форме 3НДФЛ – 3 мая. Соответственно, 3 мая – это последний день представления декларации по форме 3НДФЛ. Это касается тех граждан, которые обязаны представить такую декларацию. Напомню, да, кто обязан. Есть определенная категория граждан, которые ежегодно представляют декларацию по форме 3НДФЛ. Это индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет и любые физические лица, занимающиеся частной практикой. Эта категория граждан ежегодно представляет. А также есть категория граждан, которые обязаны представить декларацию по форме 3НДФЛ, если в 2017 году, например, гражданин продал имущество, которое находилось в собственности менее минимального срока владения, это 3 года, и 5 лет для имущества, приобретенного после 1 января 2016 года. Если продал иное имущество, сюда относятся автомобили, которые находились в собственности менее 3 лет, сдавал имущество в аренду, выиграл лотерею, получал доходы от зарубежных источников или получал ценные подарки. Не от близких родственников, если подарки получал, то нужно обязательно представить декларацию. Как я уже сказала, декларацию нужно представить в этом году до 3 мая. Если в декларации имеется сумма к уплате, то налог необходимо оплатить до 16 июля. То есть запомнили, 3 мая, это последний день. Еще я хотела отметить, что вот этот последний день, 3 мая, на получение налоговых вычетов, таких как социальные налоговые вычеты, это связанное с образованием, с лечением, либо имущественные налоговые вычеты, связанные со строительством жилья или покупкой квартиры, не распространяется. В этом случае декларацию можно подать в течение года, в любое время. Не нужно бежать в налоговую инспекцию и подавать декларацию. Вы успеете. Запомнили. Нашему народу лучше так не говорить. Не торопитесь, вы успеете. Декларации 2017 года. Есть изменения какие-то? Расскажите, пожалуйста, про них. Да, и где можно найти форму для заполнения? Ежегодно декларационная кампания имеет ряд особенностей. В этом году, как и в прошлом году, декларацию по форме 3 НДФЛ не нужно представлять, если налог на доходы физических лиц не был удержан налоговым агентом. В этом случае физическое лицо будет уплачивать налог до 1 декабря. На основании налогового уведомления и квитанции, направленных налоговым органом. Сами платежные документы будут формироваться на основании сведений, которые будут направлены налоговым агентом налогового органа, а не возможности удержать подоходный налог. Есть, тоже узнали. Где и как можно узнать о задолженности по налогу? Я вам не ответила на вопрос, как найти форму. А, как форму найти, да. Я предполагаю, что сейчас будет и там, и там один, и тот же ответ, где можно найти. Да, кстати, да. Так, где форму найти? Можно у нас заполнить декларацию традиционно на бумаге, но желательно в электронном виде. А чтобы заполнить декларацию в электронном виде, в помощь сайт федеральной налоговой службы налог.ру. То есть, либо программу для заполнения скачиваете с сайта, либо используете личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. И ту же задолженность можно, опять же, найти в личном кабинете налогоплательщика. Да, давайте про личный кабинет. То есть, там нужно зарегистрироваться, я так понимаю, да? Да, для того, чтобы, например, заполнить декларацию в режиме онлайн, не выходя из дома, как говорится, нужно иметь доступ к личному кабинету. Здесь два способа. Либо, единожды обратившись в налоговую инспекцию с паспортом, нужно будет получить регистрационную карту, где будет логин, пароль. То есть, это все-таки нужно идти в налоговую инспекцию? Один раз. Нужно будет посетить с паспортом, чтобы подтвердить свою личность и получить регистрационную карту. Поменять первичный пароль на постоянный и уже пользоваться личным кабинетом. Опять же, возможности это просматривать задолженность, оплачивать в режиме онлайн, заполнять декларацию в электронном виде. И у нас на сегодняшний день уже имеется мобильная версия личного кабинета налогоплательщика для физических лиц, где можно в два клика оплатить свою задолженность. 21 век, это хорошо. Ну и последний, главный вопрос, который сегодня связан с нашей темой. При какой задолженности нас не выпустят за границу? Это касается тех граждан, которые имеют совокупную задолженность свыше 10 тысяч рублей. 9 900 у нас еще выпускают. Думаю, что... Ты еще можешь... Но лучше не доводить, да, правда? Естественно, да. Лучше не доводить, не ждать срока уплаты. Вот, например, по имущественным налогам у нас срок уплаты 1 декабря. Налоговые уведомления будут направлены в августе-сентябре. Получил налоговые уведомления, уже нужно оплатить за налог. Тем более, что у нас есть приложение, сайт, все очень удобно и быстро. Кроме того, налоговые уведомления можно получить в электронном виде также через личный кабинет налогоплательщика. Поэтому открывайте, пользуйтесь. И не будет никаких проблем. Спасибо большое. Спасибо за полезные такие рекомендации. Да, да, да. И хорошего дня, конечно же. Спасибо.